Страны Евросоюза не смогли договориться о третьем пакете международных реформ банковских правил. Он известен как Базель-3 и охватывает всю мировую финансовую систему. Во время переговоров в Люксембурге некоторые министры финансов блока выразили опасения, что изменения могут привести к ограничениям банковского капитала. Базельский комитет по банковскому надзору, включающий высокопоставленных представителей центральных банков из 30 стран, должен завершить реформу к концу года. Новые правила должны сделать сектор более устойчивым за счет повышения качества управления рисками. После встречи еврокомиссар по финансовым услугам Валдис Домбровскис повторил опасения, что новые правила могут повысить требования к капиталу банков и увеличить риски. «Если мы хотим иметь более безопасную финансовую систему, важно, чтобы мы посредством ограничений капитала стимулировали использование менее рискованных бизнес-моделей». Европейские банки и регулятивные органы неоднократно предупреждали о негативном эффекте для себя чрезмерных требований к банковскому капиталу. При этом финансовые учреждения ЕС затронет больше американских. Они более широко используют внутренние модели для оценки рисков. А цель реформы заключается в том, чтобы отказаться от них и применить общую систему. Министр финансов Словакии призвал своих коллег прийти к согласию по вопросу базельской реформы. «Вопрос касается очень серьёзной конкуренции в мировом масштабе. И мы пытаемся защитить свои интересы. И это естественно, поскольку мы пытаемся объединиться. Но я хочу отметить, что это объединение уникальное, поскольку мы впервые пытаемся координироваться, а не топить друг друга в этом вопросе». Базельское соглашение приняли после кризиса 2008 года. Сейчас разрабатывается его третья часть. Тысячи мигрантов не могут покинуть греческий остров Лесба. С момента вступления в силу соглашения между Турцией и Евросоюзом по сокращению потока беженцев прошло больше полугода. Теперь на греческий остров редко прибывают лодки с мигрантами. Но давление на местных жителей не уменьшилось. Тысячи беженцев не могут попасть на материк и вынуждены оставаться в двух переполненных центрах. Большинство из них живут в лагере моря. Его изначальное предназначение – оперативно проверять личности мигрантов, чтобы определить, кто может просить убежище, а кого придется отправлять обратно в Турцию. Но теперь, по словам беженцев, такая процедура длится чрезвычайно долго. По данным организации Amnesty International, в лагере не хватает продуктов, в том числе молока для детей. В душах и туалетах грязно. Палатки не защищены от солнца и дождя. Мигранты говорят, все устали ждать ответа на свои запросы об убежище. «Трудно связаться с семьей. Невозможно есть эту пищу. Спать некомфортно. Здоровье ухудшается. У всех у нас стресс». «Они ждут и ждут в течение многих месяцев. Им нужны ответы, нужна ясность. Даже если им откажут в убежище, власти должны дать ответы на их запросы». За помощь беженцам остров Лесбос номинировали на Нобелевскую премию мира. Но уже и у этих гостеприимных греков кончается терпение. Многие недовольны перенаселенностью острова и беспокоятся за будущее как мигрантов, так и свое. «Скоро наступит зима, и они не выдержат холода. Они будут разводить костры, чтобы согреться, и ситуация выйдет из-под контроля». Второй лагерь в Ведении – агентство по оказанию помощи и местная администрация. Здесь беженцы тоже живут в плохих условиях, не хватает продуктов, и они уже много месяцев ждут ответа на запрос об убежище. В Евросоюзе Грецию критикуют за медленную обработку заявлений. А финны заявляют, специалистов не хватает, а работы много. Сотрудники ОВКБ ООН считают, если Европа не начнет принимать беженцев с Лесбоса, то напряженность на острове будет только возрастать. В ДТП в Хмельницкой области погибли 4 человека, 11 травмированы. Все они ехали в микроавтобусе. Авария произошла на проблемном участке дороги между Каменец-Подольским и Хмельницким. На месте ДТП работают правоохранители, спасатели, медики и психологи. Всего автомобилей было 20 человек. Астронавты НАСА отправятся на Марс и вернутся обратно уже в 2030 году. Об этом написал президент США Барак Обама в своей колонке на сайте канала CNN. Американский лидер пишет, следующим этапом будет отправка колонистов. Напомним, сейчас проектами полета на Марс и освоения планеты занимаются несколько крупных частных компаний, в том числе SpaceX. Недавно ее глава Илон Маск представил план отправки первого корабля к Красной планете в 2018 году, а в 2024 Маск готовится осуществить первый пилотируемый полет на эту планету. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok